Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас блистательная, блистательная игра в режиме 3 на 3. Отличная карта для командных тимплейных игр называется Побережье Шакун. Первая команда представляет из себя коллектив, состоящий из игрока с никнеймом Зло. Он играет за красного космодесантника. Его напарник с никнеймом Гачи Мучи играет за кабальщиков, то есть за темных эльдаров. Их третий товарищ, игрок с никнеймом Зет 2 Браво, он играет за темных эльдаров. Очень интересная команда, очень интересный тимплей. Есть мид, есть медовые, ну для мидгейма расы, есть для лейтгейма такие как Тао. Это очень интересно. Кто играет против них? Второй клан Орк с никнеймом Нананлох. Его товарищ Хаусит с никнеймом Добрая Слава и третий напарник, о, еще один Орк с никнеймом Сталк Икс. Вы знаете, ребята, вот два Орка, два Орка и Хаусит. Это выглядит очень интересно, потому что у них мидгейм будет очень хороший. Да, возможно в каком-то глубоком лейте, но до глубокого лейта в 3 на 3 не так часто доходит. Но в принципе на середине игры Орки, они очень даже неплохие, они очень мощные, особенно когда у них появляется Т2 техника. Она очень мощная и она на самом деле многих убивает. Что делает Космодесантик? Он заказывает себе Командора. Заметьте, первым он заказывает Командора, кстати одну точку уже застраивает. У него всего один взвод разведчиков, генератор, это значит то, что он будет течиться. Нет, я прошу прощения, у него еще разведчик есть, но они оказываются вверху и тут же строится стационарный болтер. Это очень интересно для того, чтобы верхнюю часть карты как-то держать под своим контролем. В принципе все в этом плане грамотно. Кабальщик, что делать? У него один отряд Мандрагор, второй отряд Мандрагор. Также есть рабочий, который бегает везде, ставит шаблоны и заказывается Архон. Обратите внимание, есть генератор, обратите внимание, качается Т2. Я имею не Т2, а ЛП2. Герой, когда заказывается, значит то, что он играет без Дарк Фаундри. Он играет через зал крови и это довольно-таки интересно. Дарк Фаундри это темное литейное фаундри, это стали литейный завод. Название мне очень, кстати, нравится. Таусит сделал себе героя и у него, поскольку есть только три лимита, это значит то, что вот шпионский экзоскелет раз, шпионский экзоскелет два и где же третий? Есть ли третий? Вот он, да, совершенно верно. То есть он просто захватывает, добывает ресурсы. Посмотрите, с ресурсом у него полный порядок. Тут он перехватить не сможет. Когда построится дозорный пост, он, кстати, видит невидимых, поэтому, видите, если он подходит, его видно немножко. Вот. Этот он невидимый. Конечно, да, строится. У него есть два рабочих здесь, третий здесь. Все нормально. Герой стреляет по вражескому герою, старшему сварщику. Также стреляет по рубакам, пока они в отрицательном укрытии находятся. Неудачное укрытие, да, получает немножко урон. Так, будет ли снимать шпионский экзоскелет? Да, он подходит, но его пару баночек дает. Все-таки он не успевает это сделать. Опять-таки, невидимые мандрагоры, сектанты. Кстати, вот сейчас за этим всем посмотрим. О, ничего себе, очень плохо телепортуется. Посмотрите, его архон бил, его космодесант бил, его... Не, это не снайперы, просто разведчики. Очень сильно продамажился орк, но я думаю, он не зря это сделал. Он стянул всех противников. Хаосит, он уже заказывает краба. У Хаосита нету героя. У него только раз отряд, два отряд и все. Потому что у него четыре лимита. Каждый отряд сектантов, он стоит два лимита. Заказался сквернитель. Ему сейчас нужно потратить развертывание резервов. Вот эту штучку заказать. Либо заказать сразу краба. И потом уже вот эту штучку. Да, обратите внимание, краба сначала заказал. И пока заказывается краб, он тут нажмет пополнение резервов. Да, увеличение количества бронетехники. И что быстрее закажется, я думаю, оно почти одновременно закажется. Ща посмотрим. Второй орк, он естественно фуловый. У него герой есть, у него мины есть. У него центр защищается очень хорошо. Тут два гидпункта игра. Качается дозорный пост. Я думаю, что вот эти мины, они очень тут, очень тут зарулят. Потому что тут дефать будет хорошо. Плюс хаусидский краб подойдет. Так, давайте обратим внимание. Нет, все-таки краб уже заказался. И сейчас вот эта штучка подходит. И краб сразу, посмотрите, выйдет. Да, краб вышел. Но чтобы заказать еще одного краба, надо еще одно развертывание прокачать. Вот. Но на краба энергия будет. На вот эту штучку сейчас тоже накопится. Надо сначала тут, оказывается, заказывать бронетехнику. Так, три уже генератора будет сейчас у Космодесантика. У него есть два отряда пехоты. У него героя нет. Я так понимаю, герой у него погиб. Потому что мы до этого видели. Там очень коцанный был старший сварщик. Скорее всего, да. После этого этой битвы он и погиб. Так, тут все нормально застроено. И только сейчас нажимает Т2. Как-то поздно, поздно. Кабальщик что имеет? У него есть два отряда короносцев. Есть мандрагоры, которые захватывают. Есть еще мандрагоры, которые разведывают. Тут уже есть лаборатория гомункула на северо-востоке, получается, карты. И два отряда короносцев. Давайте наведем эффективным против пехоты и тяжелой пехоты. Но вот эта штучка эффективна против боевых машин. Она стоит всего 15 на 5. И вот это вот как раз таки очень даже крутая вещь. Так, давайте посмотрим. Тау, он все-таки стреляет по осквернителям. Кто у него стреляет? Войны огня? Исключительно ли? Нет. Кстати, архон. Убьют ли архона? Давайте посмотрим. Да, минус архон. Это очень четкий минус. Осквернитель есть. Их целых две штуки. Кстати, сюда можно рабочих орку подвести. Орочие рабочие. Они невидимые. Хорошо чинят осквернителей. Посмотрите, он подошел. Стреляют по осквернителю. Вообще урон практически не проходит. Они в него стреляют. И, кстати, даже пехоту не бьет. И, наверное, это не нужно. Посмотрите, какой неплохой урон. Обалдеть. Мне очень нравится такой дамаг. Так, тут войны огня. Давайте, по ним он залп дает, не дает. Пока что он идет. Он по пути стреляет в кого-то. И сейчас он развернулся. Да, сейчас вот так выстрелил. Огнеметом что-то пожарил. Вот. Обратите внимание. Это артиллерийское... Эти артиллерийские выстрелы, они очень сильно бьют по морали. И это очень четко. А, дальше не стреляет. Я бы хотел, чтобы сюда дальше стрелял он. Мне было бы очень приятно, если бы он именно крабами стрелял бы по вот этим. И уничтожал их. Не знаю, почему этого не происходит. Ну да ладно. Заказывается барракуда. Барракуда, она эффективно доблена. Она против всех эффективно. В том числе против воскресителей. Обратите внимание. ХП восстанавливается. Это именно невидимые орки. Это просто база лютейшая. База. Орк. Качает Т2,5. Даже можно сказать Т3. Ух, это очень круто. Это очень круто. Но у него лимитов очень мало. Поэтому, посмотрите, тут даже этого орка нет. У него... Где у него армия? У него тут отрядец. Да все. Вот эти парни. Больше у него никого нету. Ничего нету. Вот. Ну да. У него один отряд банды налетчиков. Еще есть. Так чисто повязывают вот этих типов. Хаусид имеет очень неплохо. У него целых два краба. Вот этот краб битый. Это, конечно, обидно. С одной стороны. С другой стороны. Ай, только если... Вот смотрите. Нет. Нет, нет, нет. Чинят, чинят, чинят. Блин. Он опять высадил. И опять сюда выстрелит. Убьет ли? Давай посмотрим. Да. Ай-яй-яй-яй. А-а-а. Обоих ушатал. Обалдеть. Все. Теперь у хаоса нету ничего. Ни энергии, ничего. Обратите внимание. Невидимые эти черти. Они просто уничтожают. Хаос чувствуется очень грустно. Хотя у него есть Т3. О, вот этого сюда, сюда отправляй. Второй орк. У него нету никаких Т2,5. Зато у него банда стрелков как бы раз. Банда стрелков как бы два. Рубаки три. Бронебойцы четыре. У него нормально все. Хотя, конечно, он армию свою армейку потерял неплохо. Но все равно у него как бы все есть. У него 55 из 12. Он Т2. Он Т2. И у него машинный завод уже построился. И плюс 70 энергии. И сейчас, возможно, он начнет выходить в машины. Может банки убиться. Может еще что-то. Посмотрите. Так, сверху приехал. И начинает стрелять сюда. Очень хитро. Очень хитро исполняет. Посмотрите. Целых четыре ракетные установки. И он сюда. Сейчас будет стрелять. Так, обратите внимание. Сюда высаживается какой-то дробь. Что это может быть? А, это разрушители. И разрушители очень быстро уничтожили вот этого типа. Хаусит молодец. Так, у космодесантика у него есть вот эти ребята. Получается БТР носорог. Смотрим, что еще. Пока что у него есть только БТР носорог. С двумя отрядами. Ресурсы. У него есть храм бога машины. Вот. И на самом деле ничего больше нету. Это очень интересно. Вот тут, кстати, потом посмотрим. У нашего Дарк Эльдара тоже, обратите внимание, есть целых раз, два, три отряда короносцев. Они очень дальнобойные такие. Они сильные. Они больше, на самом деле, по технике работают. Потому что им выдали темное копье. Посмотрите. Побуть на пути. Они просто двоих сейчас разорвали. Вот этих ребятишек. Это просто один отряд разрушителей. Они очень сильно бьют. Посмотрите. Они на ходу тоже стреляют. И сюда бьют. Обалдеть. Вот этот герой, он прыгнул. Зачем он прыгнул? Чтобы умереть. Посмотрите. В упор начинает драться. Но они, честно говоря, они сблизи-то тоже неплохо бьют. Они сблизи бьют когтями. У них неплохой урон. Хотя тут написан маленький урон. На самом деле у них очень даже нормальный дэмэдж. Кстати, что он не отвернулся, не развернулся, не пострелял. Мог бы добить. Ох. Ну хотя, с другой стороны, ничего в этом плохого нет. По той простой причине, что... Ох, просто с банки убил. По той простой причине, что этот челик, он себе не отрегенит. И он просто будет наполовину хп постоянно. Так, есть ли телепорт? Я не знаю. Вот. Есть ли у разрушителей телепорты? Но просто на ноге тоже можно уйти. Вот сюда. Тут его, в принципе, потихонечку защитят. Обратите внимание, он дамажит барракуду. Очень сильно. Просто ее расщепляет. Обалдеть. Таусид. У него 7 на 15. 4 на 8 лимит техники. Потому что у него есть 2 барракудки. Вот. Барракуда 1, барракуда 2. Больше ничего нету. Вот. А из пехоты у него только битый герой. Там швионский скелет 15-15. Следопыты, войны огня. Честно говоря, по ресурсам все хорошо, по энергии. Вот. Но почему он не может это, ну, воплотить? Надо ему лимиты подстраивать. Поэтому, ну, техники надо сделать побольше. Побольше. Явно. Надо побольше делать. Итак, есть большой босс. Кстати, он стоит очень дешево. Я смотрел как-то ролик. Оооо. Древние орки 1. Древние орки 2. И тут безумный лекарь. Это не остановить. Просто правой кнопочкой сюда нажать. И будет просто габелла. Хаосид имеет 1, 2. 2 краба, 3 заказывается. Разрушители. Есть. Одержимые. Есть. Чернокнижник. Есть. Обалдеть. Вот давай сейчас посмотрим, как быстро умирает. Посмотрите. Просто 2 юнита. Сейчас третий юнит быстренько. Так. На него использовали способность, что он сам себя атакует. Это очень грязно. И интересно, проиграет ли, умрет ли этот отряд? До сих пор эта вещь действует. Да, да. Да, слушай. Вырезал отряд. Ценой чего? Но он тоже потерял что-то. Взвод одержимых его не отпустит. Теперь у них морали нет. Поэтому их огнем никак не задамажит. Так. И в центре происходит жесточайшая драка. Обратите внимание. Просто напал и всех распытушил тут. Именно. Ааа. Я не смотрел. Я не обращал внимания. Подождите. Так. Кто победил? Ааа. Я, ребята, до этого что-то не заметил. Сейчас скажу, кто победил. Написано. Царь горы. Царь горы. Команда 2. А это что именно? Царь горы. Это же у нас вот эта получается штучка? Да. Добрая слава. Контролирует. А добрая слава. Это у нас неужели хаусит? Дай-ка посмотрю. Добрая слава. Это хаусит? Да. То есть просто из-за того, что они захватили ключевую точку. Они ее не сняли и проиграли. Ну, в принципе, честно. Давайте посмотрим на ресурсы. Так. Ресурсы. На первом месте сталк-икс. Это орк. На втором месте хаусит. Добрая слава. Он энергии, кстати, больше всего получил и потратил. И на третьем месте следующий орк. По армии. Не, по технологиям давайте. Одинаково. 6-6-6. А у этих 4-5-5. Ну, просто шикарная игра. Орки и хаус. Вообще красавчики. Мне очень понравилось. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч.